Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Кстати, смотрите, у меня подвязаны шторы Потому что внизу шторный протяжелитель И от ветра Они стучали полночи Пока я не поднялась И не замотала их Вот Сейчас надо собираться на праздник У меня было такое хорошее настроение, я так его ждала, а теперь просто не хочу никуда идти. Вот такая вот ситуация. Вот мои котики-обормотики шпят. Олешка только поднялась. Олешка, ой, не надо так тесать тебя. Ну хорошо, не будем. Ну хорошо, не будем. Еще такой руками грязными тебя трогать. Да не такие уж и грязные они. Так, ладно, давайте встретимся позже. Итак, снова всем привет. Я уже собралась и сейчас мы выходим из дома. Мне кажется, у меня до сих пор какой-то заспанный вид. Так, что на мне сегодня? На мне сегодня вот такая вот водолазочка. Простенькая. И юбочка в клеточку. Вот такая вот сумочка, которую мне муж дарил в прошлом году. Ну вот так вот, скромненько, простенько, собственно говоря, и пойдем. Так, еще под последним видео был вопрос про живот. Появился ли живот. Ну смотрите. Вот так. Вот так вот обстоят дела. Вот такой вот живот. Особо не сказать, чтобы он заметный. Ну на ощупь он стал тверденький такой. Ладно, пойдемте. Муж уже меня ждет. Заждался. Итак, мы сейчас находимся на автобусной станции. Собираемся ехать в соседний город. Там у нас сегодня всеобщий сбор родни в честь праздника. Так, наконец-то мы сели в автобус. Еле дождались. Сказали, расписания никакого нет. Сами понимаете, праздники просто ждите и все. Вот, сейчас отправляемся уже в путь. Купили для племянника. Ну если так можно его назвать двоюродный. Или какой-то там троюродный, семьюродный. Ну в общем, купили мы такую вот машину. Ему подойдет, знаете, с его темпераментом таким агрессивным. Ему подойдет такая машина неубиваемая. Посмотрите, какие колеса массивные. Машина называется Монстр. Не знаю, какой-то она миниатюрная, мне кажется, в кадре. Она здоровенная на самом деле. Посмотрите, какие колеса огромные. Да, вот так вот она у нас пружинит. Неубиваемая, самое то для него. Это тот мальчик, которого вы видели в обзоре свадьбы, который носился. Вот такой вот автовокзал тут. Много-много автобусов. Номер автобуса не указан в билете, просто указывается номер платформы. Вот, видите, написано 8-7. И ты подходишь к той платформе, на которой указано у тебя, в общем, в билете. Вот такая технология. Вот такая технология. Ну и смотришь, какой город на табло загорается спереди. Проверяешь, твой или не твой, чтобы уехать. Не уехать случайно куда-нибудь не туда. Ну и литик дешевенький по здешним меркам. Так что весьма доступно сгонять к родне. Так, а теперь пришло время смотреть праздничный концерт. Всем привет, с вами снова я. Наступил уже следующий день после праздника. Не было сил что-то записывать в тот день. Я, кстати, вспомнила, почему мне так неохота было вставать. У нас же накануне была большая перестановка в доме, но и, соответственно, уборка. Потому что, когда начинаешь мебель переставлять, вылезают отовсюду всякие, в общем, ну, пыль и прочий мусор, который за этой мебелью затаился. Вот, поэтому, ну, весь день мы как пчелки кружили. Вот, все в работе, все в трудах. Поэтому так не хотелось. День потом следующий был рабочим мужем. Он до трех часов работал. И потом мы поехали на праздник. Слава богу, уже приехали к концу праздника. Чуть-чуть поели, и уже пришло время расходиться, потому что я просто не высидела. У меня была такая жуткая сонливость. Вот, и уже остаток вечера мы провели дома. Так, сегодня обычный день. Планов особо никаких. Хочу приготовить пирог простой и поделиться с вами рецептом. Пирожок будет сладенький. Мы такой уже с вами готовили, но готовили не сладенький. А тесто то же самое, в принципе. Вот, поэтому без дрожжей, без всяких заморочек. Очень простой рецепт. Пойдемте. Так, еще хотела похвастаться. Вот такой шикарный подарок нам подарили. Банку меда 2,4 килограмма. Удовольствие не дешевое. Это вроде бы из акации мед. Ну, в общем, мне не очень понравилось. Не знаю. Это уже второй вариант меда, который я тут пробую. Я и в России в последнее время не наслаждалась медом. И тут какой-то, вы знаете, бездушный. Не знаю, не знаю. Вот не чувствуется там никакого оттенка вкуса. Просто сахар какой-то. Так, капустки мы наквасили с мужем на днях. Вот, беременное меню. Огурчики. Я вам, кажется, уже говорила про огурчики, что огурчики тут не те. Они слишком сладкие, слишком кислые. То есть, видимо, не очень-то понимают, что в качестве консерванта не соль неплохо работает. То есть, слишком много сахара добавляют и слишком много уксуса. Очень кислющие. То есть, съесть его просто так, без ничего, очень сложно. Надо обязательно чем-то закусывать. Потому что иначе, по-моему, не знаю, что будет. Так, и теперь давайте приготовим пирог. Готовится все очень быстро. Мы берем муку. Сколько чего брать, я потом напишу в рецепте. Потому что у меня своя порция. Мука, масло сливочное, маргарин или растительно-жировой спрет, что хотите. Сахар берем. Соду для выпечки, для обычную соду. Либо же разрыхлитель купите в магазине. И яйцо нам понадобится. Также для начинки. Ну, начинка может быть любая. У меня будет варенье, яблочное, домашнее. Потому что нам подарили много яблок. Я решила сварить варенье из него. Вот такая вот история. Из него. Из них. Так, берем мисочку. Насыпаем муку. И муку смешиваем с сахаром. Это наше первое действие. И да, чуть не забыла, как использовать разрыхлитель. Написано на инструкции разрыхлителя. А как использовать соду, я вам сейчас расскажу. Если соду берем, то обязательно используем какой-нибудь уксус. Или какую-то кислоту, для того, чтобы погасить эту соду. Чтобы не было странного привкуса, такого мыльного у теста. Соду надо загасить обязательно. Я беру яблочный уксус. Можно обычный уксус столовый. Можно лимонный сок. Ну, в общем, любую кислоту. Пищевого характера. Продолжаем процесс приготовления. Если вы вдруг веган и хотели спросить меня, можно ли без яичка. Можно без яичка. Просто возьмите чуть больше растительного жирового спреда. Или маргарина растительного. Так. Рубим маргарин или масло холодное из холодильника на кубики. Естественно, оно должно быть очень хорошо подморожено, чтобы на кубики его порубить. Муку с сахаром мы смешали. Сейчас я вам покажу, как гасится сода. Вот сюда в ложечку я уже насыпала соду. И сейчас мы ее уксусиком загасим. Учу, чтобы не было страшно. Меня так научила мама, поэтому я не покупаю разрыхлитель, просто соду. Сода же всегда дома у всех есть. Вот, смотрите. Вот так вот она гасится. Очень легко и просто. Мама всегда гасила обычный уксусной кислотой. Ну, белый. У меня тут яблочный уксус под рукой, поэтому я яблочный гашу. Вот она сейчас все прогасится. Ну, естественно, там не переборщите, да, не надо, а то будет кислятельная какая-нибудь. Вот чуть-чуть, чтобы вот немножечко прогасилось и все. Это будет действовать как разрыхляющий компонент. Вот и все. Теперь просто это все перемешаем. Так, добавляем сюда масло. Так, я переложила кубики масла сюда. И теперь хорошо моем руки чисто под холодной водой, чтобы ручки были холодные. И перетираем вот так масло с мукой, перетираем ручками, перетираем. В самом конце, когда вот добьемся однородной крошки, мы разобьем сюда яйцо и все соединится. Без яйца тоже все соединится. Просто если совсем уж не соединяется, потрите чуть подольше. Ну, либо же мало масла, придется масло еще добавить, в общем. Или маргарина. Ну, вообще все должно получаться. Получаться. Я не обманываю. Спасибо, кстати, подписчикам, которые, если готовят что-то по моим рецептам, потом пишут. Даже под другими видео пишут. Вот, приготовила пирог, потом рецепт получила, все хорошо. Вот. Я готовлю с раннего детства. Поэтому не было такого, чтобы что-то, знаете, не получалось. Все рецепты проверены годами. Несмотря на то, что мне всего 32 года, но реально вот годами проверены. Потому что очень рано меня мама начала привлекать к приготовлению выпечки, всему учить. Поэтому уже в очень раннем возрасте я готовила свои первые пироги. Вот, смотрите, видите, как вот такая вот получается крошечка. Смотрите, вот теплорук, это все все равно вот так соединится. Посмотрите, видите? То есть даже если мы яйцо не добавим в конце, у вас все равно вы сможете его склеить. Вот так. Так что не бойтесь, если без яйца готовите, вдруг вегетарианец, в смысле веган, например, ничего страшного. Это, кстати, хороший рецепт для всяких веганских пирогов. Но если вы, конечно, не брезгуете растительно-жировыми спредами или маргаринами, в наш век в этом уже, кажется, нет ничего страшного, честно говоря. Уже вообще не пугает. Вообще не пугает. Так, на минутку остановилась. Лайфхак по поводу сахара. Пока здесь нет ничего сырого, пока яйцо мы сюда не вмешали, вы можете смело взять вот эту крошку и попробовать. Как вам по сахару? Нормально или вы хотите еще добавить? Вот так. Потому что если начинка сладкая, то лучше, конечно, тесто не переслащивать, иначе будет невыносимая какая-то сладость. Либо наоборот, если вы любите очень просахаренные, то вы расстроитесь, если будет не сладко вам. Поэтому смело вот эту крошку пробуйте, она ничем не опасна. Только мука и масло тут и сахар, и все. Сода. Вот такой комочек теста получился на ощупь. Оно такое, как будто бы внутри есть какие-то песчинки. Не надо пытаться их расщепить. Так и должно быть. Это такое вот, смотрите, да, почему оно песочное. Потому что, видите, на разломе какое такое вот слоистое, будет сыпучее, хрустящее. То есть вот это ощущение песчинок каких-то внутри, это совершенно нормально. Так, берем форму. Можно смазывать. Можно не смазывать форму чем-то маслом каким-нибудь. В общем, я смазываю всегда на всякий случай, потому что боюсь. Хотя тут достаточно масла прилипать не должно. Сейчас будем растягивать это руками по форме. Итак, смотрите, вот так я растянула тесто по форме. Форма у меня маленькая, почему-то в кадре смотрится большая. Форма маленькая. Я на маленькую порцию готовила. И вот, видите, ручками растягиваем и бортики немножко делаем. Видите, поднимаем бортики. Не делайте их слишком тонкими, типа 1 мм, потому что они у вас сгорят раньше, чем пирог подрумянится. Поэтому, ну, миллиметров 5 так делайте бортик. Вот так вот. И сверху выкладываем начинку. Если у вас было много теста, форма маленькая, то из оставшегося теста, из оставшегося теста, бла-бла-бла, сболталось, можно сделать какой-то сверху декор. Но мне он не нужен. Просто так. Вот. Я просто так. Так, я выложила свое яблочное варенье. Если есть вопрос, можно ли с сырыми фруктами, нежелательно, потому что сырые фрукты дадут влагу и промочат вам все тесто. Вот. И будет уже вообще не песочно. Не песочно и не хрустяще. Вот. Убираем в духовочку на 180 градусов. Следим постоянно за тестом. Тесто печется на глазах. Как только цвет начнет вам нравиться, значит все готово. Тут печься особо нечем. Ура! Пирог готов. Приготовился за 15 минут. Можно не стесняясь заглядывать в духовку, ничего с ним не случится. Он такой слегка подрумянившийся и полностью пропеченный. Так, посмотрите, какой он сбоку, когда без формы. Вот такие вот пропеченные, немного золотистые бортики. Сильно его зажаривать не надо. Там только мука и масло, либо маргарин. Это все очень быстро пропекается. Ничего сырого тут нет. Вот, посмотрите. Видите, полностью пропеченный кусочек. Яблочное мое варенье очень вкусное получилось. Но яблоки были шикарные, на самом деле. Я решила варить из них варенье, только потому что их очень много. И я бы их просто не успела съесть. И они бы пропали все. Поэтому я оставила столько, сколько могу скушать яблок. Остальное на варенье перевела. Вот такой вот красивый пирог. Все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайки, поддерживайте мой канал. И пока-пока.